Всем привет! Меня зовут Павел Косенко. Сегодня мы поговорим о том, как можно обрабатывать RAW фотографии в программе DaVinci Resolve. Это можно делать разными способами. Вы можете сделать предварительную конвертацию вашего RAW файла в одном из конвертеров и погрузить затем в DaVinci растровое изображение в формате TIFF. Также вы можете работать напрямую с RAW файлом, который отдала ваша камера. Еще один вариант – это конвертировать RAW файл в формат DNG и далее работать с ним. Я попробовал все основные способы с разными настройками и выработал некоторый подход, который мне кажется наиболее оптимальным. Именно этим подходом я хочу с вами сегодня поделиться. Я предпочитаю делать RAW конвертацию средствами DaVinci. При этом эта программа поддерживает достаточно маленькое количество RAW файлов сырых, а если и поддерживает, то работает с ними не всегда корректно. Гораздо удобнее и технически правильнее сначала переконвертировать наш RAW файл в универсальный формат DNG. Это можно сделать с помощью бесплатной утилиты от компании Adobe. Скачать ее можно на их сайте. Далее мы погружаем в DaVinci наш DNG файл и работаем с ним. О том, как открыть файл в DaVinci и разместить его на таймлинии, я рассказывал в предыдущем видео. Поэтому сейчас я не буду на это отвлекаться. Итак, переходим сразу к вопросам обработки фотографии. Важный момент. Нужно настроить RAW параметры нашего файла. Собственно говоря, сделать RAW конвертацию. Для этого переходим в закладку камера RAW в нижнем левом углу. И здесь выбираем Decode Using Clip для того, чтобы получить доступ к параметрам RAW конвертации. Здесь мы можем управлять цветовой температурой, экспозицией и другими параметрами. Наиболее интересные и важные для нас с точки зрения работы с цветом это два параметра Color Space и Gamma. Как видите, в данный момент они недоступны. Для того, чтобы получить к ним доступ, нужно пойти в настройки нашего проекта и отключить Color Science DaVinci. Применить вот такую галочку. Нажать кнопочку Save. Теперь, как вы видите, мы получили доступ Color Space и Gamma к этим двум параметрам. Существует масса подходов, как именно можно их устанавливать и как затем с ними работать. Я предпочитаю следующий подход. Выбираем Color Space Black Magic Design. Гамма при этом автоматически выбралась Black Magic Design Fill. Наша картинка на первый взгляд стала серая и невзрачная. Не торопитесь сделать выводы. Дело в том, что мы сейчас присвоили нашему файлу достаточно широкое пространство. Настолько широкое, что при его обработке у нас появится гораздо больше возможностей. И мы сможем вытянуть больше деталей в тенях, в цветах, а также вытянуть больше цвета. В параметрах рок-конвертации есть галочка Highlight Recovery. Я рекомендую ее нажать. В подавляющем большинстве случаев это будет полезно для нашего процесса. Следующий этап – это приведение нашего малоконтрастного изображения к такому виду, в котором наш глаз привык воспринимать фотографии, то есть к нормально контрастному. Сделать это можно несколькими способами. Самый простой из них – это воспользоваться специальным плагином Color Space Transform, который поставляется вместе с программой DaVinci Resolve. Та же бесплатная версия она есть. Найдем этот плагин в закладке OpenFX в списке плагинов и перетащим на нашу схему обработки. Создастся отдельная нода с плагином Color Space Transform. Задача этого плагина – переконвертаться изображением из одного пространства в другое. Для этого нам необходимо указать входящий формат и исходящий формат. Входящий формат должен быть согласован с исходящим форматом нашего исходного RAW файла. Так как мы выбрали широкое пространство, здесь мы тоже должны его и указать. В Input Color Space выберем вот такой вот вариант. В Input Gamma выберем Blackmagic Design Film. Исходящее пространство указывать не обязательно, поскольку мы используем пространство нашей тайм-линии, то есть REC 709. И в Tone Mapping я рекомендую указать Luminance Mapping. Этот вариант конвертации из одного пространства в другое, как правило, срабатывает интереснее и корректнее. Теперь мы можем приступить к обработке фотографии. Для этого мы можем выбрать предыдущую ноду и воспользоваться любым инструментом цветокоррекции. Это могут быть цветовые колеса, это могут быть кривые различных видов и так далее. Важный момент. Всю обработку необходимо ввести в нодах до нашего финального преобразования. То есть вы можете добавлять ноды после первой, но перед последней. Можете добавлять еще одну ноду и так далее. Сколько угодно. Но все эти ноды должны добавляться до Color Space Transformer. Почему это так важно? Потому что вся обработка вот на этих этапах происходит с широким пространством, с нашим исходным, которое мы указали здесь. То есть на этих этапах у нас есть возможность вытягивать любую информацию из теней, цветов и так далее. А финальное преобразование в узкое пространство происходит на самом-самом последнем этапе. Это ключевое отличие от подхода, когда мы изначально работаем с более узким пространством. То есть производим рок-конвертацию уже сразу в нормально контрастный вариант. Как правило это REC709 и гамма-SRGB. Но чтобы мы получили хорошую картинку, давайте удалим все наши лишние преобразования. Вот в таком варианте мы уже какую бы обработку ни делали, она прикладывается к более узкому цветовому пространству. На самом деле такой подход тоже имеет право на существование, потому что он позволяет избегать промежуточных конвертаций через абстрактные для данной камеры процессы. Таким образом, используя изначальную конвертацию в REC709 и гамму-SRGB, мы можем получить более точный цвет. Но нас с вами, как людей творческих, колориметрическая точность не очень волнует. Гораздо важнее получить эстетически выверенное изображение. Поэтому мы можем отказаться от высокой точности, перейти в более широкое пространство и воспользоваться, пожалуй, лучшим на сегодняшний день в мире инструментом по работе с цветом. Это плагин Dehancer, который позволяет работать в пленочной эстетике. Скачать этот плагин можно на сайте dehancer.com. Нам подойдет одна из двух версий. Либо Dehancer Photo Edition, либо Dehancer Pro. Чем они отличаются, я подробно также рассказывал в предыдущем видео. Найдем плагин в закладке OpenFX ближе к концу списка в группе Film Emulation. Я воспользуюсь максимальной версией плагина Dehancer Pro. И поместим его на нашу схему обработки в качестве отдельной ноды. Так как плагин поддерживает пространство Blackmagic Design с гаммой Blackmagic Design Film, мы можем произвести переконвертацию в нормально контрастный вариант прямо внутри плагина в группе параметров Input. Для этого укажем входной формат в виде камеры Blackmagic Design, Pocket Cinema Camera 4K и формат Fill. Теперь перед нами не просто нормально контрастная фотография, но и с наложенным пленочным профилем. По умолчанию в плагине применяется профиль кинопленки Kodak Vision 3 250D. Мы можем попробовать любой другой профиль, их здесь достаточно много, у каждого своя цветовая эстетика, своя особенность, мы можем выбрать любой, ну пускай это будет например вот этот вот. Это профиль легендарной пленки Kodachrome 64. В принципе изображение уже хорошее, но мы можем сделать его еще выразительнее, если донастроим остальные параметры плагина. Это удобно делать в режиме, когда мы будем введить нашу фотографию максимально крупно и большую часть параметров нашего плагина. Переходим в такой режим с помощью комбинации клавиш Shift-F. Пожалуй я бы добавил немного контраста. Зерно я бы оставил таким же или даже сделал его чуть меньше, потому что это дневная съемка и зернистая пленка здесь не предполагается. Можно добавить Hallation, это едва заметный красный контур, который возникает на пленке в областях пересвета или высокого контраста. Конечно его нужно настроить, потому что он избыточный по умолчанию. Но допустим пускай он будет таким. Без Hallation, с Hallation. Для того, чтобы сделать нашу фотографию еще более аналоговой, очень полезно добавить эффект Bloom. Это эффект рассеивания ярких лучей в оптической системе и затем этот эффект усиливается внутри слоев эмульсии. Параметры по умолчанию в Dehancer выставляются таким образом, чтобы при включении эффекта он был хорошо заметен. Поэтому при работе реальной, как правило, их нужно несколько уменьшать. В данном случае я бы хотел увеличить степень рассеивания, то есть степень диффузии и уменьшить степень воздействия плагина. Вот так мне нравится. Итак, без эффекта Bloom, с эффектом Bloom. Ну и финальный штрих. Добавим виньетку. Этот, казалось бы, простой инструмент на самом деле очень выгодно, как правило, воздействовать на фотографию и активно используется в кино, потому что он направляет фокус внимания на героев. Как правило, они находятся в центре кадра. И мы тоже воспользуемся этим прекрасным и очень простым эффектом. Итак, без виньетки, с виньеткой. Теперь мы можем сравнить нашу обработанную фотографию с тем, что было изначально. Для этого мы можем включить и выключить ноду с дихансером с помощью комбинации клавиш Command-D. Без дихансера, с дихансером. Но в данном случае сложно сравнить, потому что вариант до это фактически был очень малоконтрастный, условно сырой RAW файл. Тем не менее, даже в таком варианте видно, как хорошо получилось у дихансера вытащить и разделить цвета, сделав их при этом абсолютно гармоничными. Также хорошо видны наши геометрические преобразования, то есть зерно, блум, холейшин и виньетка. И это ключевое отличие дихансера от других плагинов и программных решений, которые пытаются привнести пленочную эстетику в цифровое изображение. Пленка – это не только цвет, но и целый набор пространственных преобразований, принципиально важных для восприятия. Настолько, что зачастую именно они формируют у зрителя то самое теплое ламповое ощущение, ради которого весь мир, собственно, и стремится использовать пленку как эстетическое наследие человечества. О, как загнул! Все, обработка нашей фотографии закончена. Осталось только экспортировать снимок. О том, как это делать, я подробно рассказывал в предыдущем уроке. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и, конечно, не забудьте подписаться на канал Дихансер. До новых встреч!